Всем привет, с вами Брэдлов из сообщества клана Фрагум. Перед нами бой на карте Перевал между кланами Бэндитс Клен и кланом Хайв. Итак, сета БСов это 2 сотки, 3 батта 2 140-х, бабаха, или фвшка 215-я, куча Е4-х и 1 конкур. Так, это полуфинал, ничья не устраивает никого, оба клана весьма и весьма высокого уровня, так что дефа на базе скорее всего не будет, так что смотрим. Разъезд стандартный, большинство сил идет к центру, и 1 бат, за которым мы собственно и смотрим, мизимак, идет по центру, будет падать на воду, его никто не прикрывает, только издалека. Из пчел на воду никто не падает, центр, я пока не вижу, чтобы кто-то ехал, или по самому краешку что-то очень незаметное проехало, но скорее всего ничего нету, нет, есть, причем очень-очень такой большой раж. Скорее всего сюда пролетела уже какая-то СТ-шка. Как-то очень-очень плохо отстрелялись по Хайвам БС, очень плохо действительно. Такое количество ПТ-шек тут едут боком ФВ-шки и Семерки, причем Семерок-2, а в основном все, что хорошо бьется. И как бы вообще никак. Да, Зиммака забирают, это было предсказуемо. И также умирает Хэвик, ой, извиняюсь, 50Б пчел. БС в свою очередь оставили соток, оставили бабаху. СТ-шечка на леднике пока ничего не светит. И ПТ-шки едут по крюку. Нет, они, я так понимаю, сейчас будут делать стеночку на приемку и пытаться отыгрывать через еще одного бата. Да, так и происходит. Вперед еще едет один бат. Они идут один на один. Ой-ой-ой, сотка Хайвов замечательно отстреливается по бату. В то время как Семерка-2 за чем-то отдается. Перестрелка в центре. БС выпускает еще одного. Тут уже вопрос, кто завоюет воду? Счет 3-3. Да, все-таки Хайвы пускают вперед соток. Соответственно, БСы давят при этом ледник. Счет 3-4 в пользу пчел. Батику. Батику вот этому на самом деле можно проходить... Нет, нельзя. Только хотел сказать, можно проходить за ртой, как тут оказалась СТ-шка пчел. Как бы вот это вот падение трех соток не было печальным поражением для пчел. Потому что подниматься им неудобно. Их будут принимать. В то время как ПТ-шки метки могут и рашат. И в принципе они продавляют весьма успешно. Счет 6-6. Сотка поднялась. И только что был вылет на минус 2000. Вот она вот, шотная стала. И артиллерия может кидать практически прямой наводкой. Счет 6-7. Игра уже исключительно от скилла. 7-7. Нужно забирать. БСам необходимо забирать здесь. Пчелам необходимо отыгрывать через 3-3 в 3. Играть сотками. 4-3. Соток четверо, но одна очень шотная. Ей необходимо, конечно, прятаться. Счет 8-8. Немножечко поставлю на паузу. Что у нас получается вот с этой стороны? Семка. Под прикрытием, я так понимаю, артиллерии. Хотя эта артиллерия может работать куда угодно. Если она здесь, она может в принципе вот сюда кидать. Здесь где-то СТ-шечка. Которая, я так понимаю, всем... Просто возможными на всех парах летит на базу. Вылезать арту. Вставать на захват. Потому что у метки нет на одного быстрого танка. Будет здесь захват базы, метка вернуться не успеет. Сотки не дадут плюс артиллерии. Соответственно, БСы, скорее всего, понимают это. Поэтому их задача быстро убить семерку. Потом разобраться с сотками, чтобы могли вот эти машины возвращаться. 9-8, 9-9. Остается сотка, более-менее фуловая. Шотная ПТ-шка. И здесь, в противостоянии, конечно, семерки, нужно уползать Хайвурской. Да, ПТ-шка опять отработала прямой наводкой. Счет 11-9. И как бы на этом, скорее всего, родные друзья прощаются с вами. Как я и говорил, на захват встает СТ-шка. Она может выглянуть забрать арту. Хотя, родные друзья пока еще не прощаются, на самом деле. Арту сейчас надо забирать СТ-шки. Той артиллерии, разумеется, пчел. Не давать возвращаться сотке. Вот сейчас надо было, конечно, гуслить. Это гораздо-гораздо важнее. Потому что артиллерия кидала. Артиллерия, скорее всего, мощная. Кинуть еще раз она сможет нескоро. А тут уже как бы вопрос, захватят базу или нет. Вот сейчас вот. Будет выстрел от артиллерии. Вот. К сожалению, не особо удачный. Ну, нужно забирать. Но очень много времени теряют на этом пчелы. Очень много на одной сотке потеряли времени. Три выстрела сотки. Три. Это порядка минуты. Было бы уже 60 очков захвата. Да. Уже бандиты вернуться не успеют. Низ на ПТшка летит. Но, собственно, уже идет и захват базы пчел. Захват идет уже в два танка. Они уже обгоняют. Артиллерии нет. И, в принципе, это уже победа бандитов. На самом деле, продержись чуть дольше семерка. Хоть вот сюда вот уходи она. Переедь артиллерия. Она же, в принципе, могла уехать и разок попытаться кинуть. Или спрятаться вот здесь. Хоть каких-то были бы попытки. И загусли они вот здесь сотку пчела. Которая вот здесь ехала и все, собственно, сбилось. Тогда, собственно, пчелы могли бы, в принципе, и выиграть. Ну, а в целом, достаточно интересный бой. 13-11 и по захвату выигрывают бандиты.